Когда занимаемся мы на полу, она на локтях, вот и голову она поднимает, смотрит мультик. Веронике очень нравятся такие занятия в форме игры, которые проходят под любимый российский мультфильм «Маша и Медведь». Милых мультяшных героев бабушка вышла своими руками и оформила стены детской. Впрочем, комната девочки скорее напоминает тренажерный зал. Чего там только нет. Среди последних новинок – ходунки российских разработчиков. Бабушка Ирина вместе с внучкой напоминают альпинистов, собирающихся на восхождение вереста. Огромное число ремней безопасности фиксирует тело ребенка в вертикальном положении. И благодаря бабушке Вероника Михайлова, 8 лет, делает свои самые первые шаги в жизни. Пошли, я тебя держу. Раз, два, три, четыре, пять. Поднимай головку, головку поднимает Вероника. Во время родов девочка перенесла нехватку кислорода, получила гематому и кровоизлияние в мозг. Была в реанимации. В пять месяцев врачи диагностировали ДЦП и эпилепсию. Папа Вероники ушел из семьи, и все 8 лет бабушка с мамой сами поднимают ребенка. Ежедневные многочасовые занятия на дому, к сожалению, не дают ощутимых результатов. Самостоятельно девочка не сидит, речь не понимает, не говорит. И только иногда пытается подпеть любимым мелодиям. Врачи настоятельно рекомендовали маме и бабушке Веронике Михайловой не затягивать с обследованием, а затем лечением в Московском институте медтехнологий. Что мы будем делать с эрегистизацией? Во-первых, это коррекция противосудожной терапии, если понадобится. И ряд реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление ее функций. То есть мы будем что делать? Снижать психологические тонус мышцы, тем самым увеличим объем движений и двигательную активность. Будем укреплять мышцы, развивать координацию движения. То есть все наши мероприятия будут направлены на развитие моторики. То есть мы будем учить ее сидеть, стоять, ну и в последующем ходить. Стоимость лечения солецкой девочки Вероники Михайловой – 199 430 рублей. Читатели газеты «Коммерсанты» сайта русфон.ру соберут 116 400 тысяч рублей. Организация КФ уже внесла на счет ребенка 50 тысяч рублей. Не хватает 33 тысяч рублей. Помочь Веронике Михайловой может каждый неравнодушный зритель телеканала «Россия». Для этого прямо сейчас можно отправить со своих мобильных телефонов на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе «Андроид» теперь могут перевести пожертвования через мобильные приложения. Другие способы помощи – на сайте Росфонда. Звезд с неба я не особо, конечно, хватаю. Но хотя бы ее посадить. Вот хотя бы, чтобы она села сама. Понимаете, вот она все равно трудяга. Вот с ней работаешь, ей нравится, да. Да, конечно, бывает больно там ей, что-то она там пищит. Но в основном она всегда со смехом. Бабушка и мама Вероники Михайловой из Сальцов верят, что и в их судьбе, кроме ежедневных преодолений испытаний, как физических, так и психологических, когда-нибудь наступит и светлая полоса в жизни. Невозможное возможно, когда есть рядом те, кто может поддержать в трудную минуту. Из Сальцов Айли Татошкин, Александр Трифонов. Вести. Великий Новгород.